В 40-х годах прошлого века, после такого сигнала, хозяину этого Хорьха почтительно уступал дорогу за самый дерзкий водитель. Мощный мотор разгонял автомобиль до 160 км в час. Его называли летящим совершенством. На сегодняшний день это два движения рычагов. И крыша пошла. Николай Николаевич. Изначально Хорьх 853А создавался для высших сановников и аристократов Третьего Рейха. Спортивных кабриолетов этой модели было выпущено чуть меньше 300 штук. Все, и ветер в лицо, и воздух, атмосфера. И представляете, все это делать на скорости 120, 130, 140. Под каждым спецованным колесом находится персональный домкрат, управляемый гидравликой. Так что переобувался кабриолет не менее изящно, чем двигался. Хозяева этих автомобилей любили роскошь и не стеснялись ее демонстрировать. На передних фарах некоторых авто крепились рубины. На пробку радиатора аристократы устанавливали свои фамильные символы. А высокопоставленные офицеры вермахта – железных орлов со свастикой. Вполне вероятно, что за рулем этого Хорьха ездил Вальтер Шелленберг. Человек, с чьим именем связаны все крупнейшие разведывательные операции Третьего Рейха. Но для нынешних владельцев кабриолета из ретро-клуба его легенда не главная. Впервые в России появился автомобиль в оригинальном состоянии, в родной краске, с родным салоном, у которого минимальная пыль веков осела и минимальное количество вмешательств в автомобиль был. То есть он максимально оригинален. А для классического автомобиля это самое главное. Торк был долгим. В итоге все произошло, как в шпионском романе о провалившихся разведчиках. Уникальный немецкий автомобиль обменяли на знаменитый советский ЗИЗ-110. Хорьк Шелленберга пополнил уникальную коллекцию уральских любителей старинных автомобилей. Здесь лишь самые ценные ее экземпляры. Этот даймлер возил королевских особ Голландии. А это первый серийный автомобиль с передним приводом. 1938 год. Любимая машина американских гангстеров. Словно специально для них переднее стекло откидывается, позволяя вести прицельный огонь. А в этом авто катался генсек Брежнев, известный своей страстью к автомобилям. Леонид Ильич очень любил этот автомобиль. Он был не бронированный, легкий. Мощность тут большая. Он на нем любил просто прокатиться за городом. На День Победы собранные по всему свету автомобили ретро-клуба появляются на главной площади Екатеринбурга. Коллекция на сегодня самая крупная в России. В ней более полутора сотен экспонатов. Особенно члены клуба гордятся полной линейкой военных грузовиков ГАЗ. Планируется, что на очередном параде Победы в Уральской столице на этих машинах проедут ветераны Великой Отечественной. Евгений Аксенов, Алексей Беляков, телеканал «Звезда» Викторинбург.